Традиционно декабрь начинается со всемирного дня борьбы со СПИДом и весь месяц проходит под знаком профилактики ВИЧ-инфекции. Человечество проделало большой путь в борьбе с этой болезнью и сегодня люди с ВИЧ могут жить даже дольше людей без этого диагноза. Но все это возможно только при определенных условиях. Какие правила поведения и профилактики нужно соблюдать, чтобы вовремя диагностировать ВИЧ-инфекцию, сегодня обсудим с нашей гостьей. Это Елизавета Приложинская, врач-эпидемиолог отделения профилактики ВИЧ-СПИД Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Елизавета, доброе утро. Елизавета, давайте, конечно, наверное, в первую очередь напомним, какие правила профилактики нужно соблюдать не только тем, кто знает, что они инфицированы, но и вообще абсолютно всем. Правила профилактики в контексте ВИЧ-инфекции. Для начала надо знать основные пути передачи этого заболевания. На сегодняшний день это половой путь передачи, защищенные половые контакты. Также актуальна эта инфекция для потребителей инъекционных наркотиков, то есть паранетеральным путем, через кровь, эта инфекция тоже передается. Также существует случай передачи данной инфекции от матери к ребенку при условии, что мама не принимает антиретровирусную терапию, возможно, не знает, не вовремя узнала о своем диагнозе, и тогда она может тоже инфицировать своего ребенка. При соблюдении правильного образа жизни, при сознательном отношении к своему здоровью, в принципе, можно избежать контакта с данной инфекцией. Слушайте, ну сейчас такое время, конечно же, сейчас время пандемии, все гораздо больше говорят о коронавирусе. Можно ли сказать, что другие заболевания отошли на второй план или нет? Ну, к сожалению, нет. ВИЧ-инфекция не теряет своей актуальности в городе Минске. Конечно, у нас в период развития коронавирусной инфекции количество лиц, обратившихся за тестирование на ВИЧ-инфекцию, оно немножко снижается, но в городе Минске количество случаев подтвержденного диагноза ВИЧ-инфекции остается на уровне прошлого года, поэтому мы можем сказать, что эта инфекция все равно никуда не делась, она существует, и надо об этом помнить всегда. Смотрите, продолжая тему коронавируса, пандемия породила также множество слухов о том, чем же можно лечить коронавирус. И вот один из слухов утверждает, что препараты от ВИЧ лечат коронавирус, и что люди с ВИЧ реже болеют. Так ли это, или все-таки это слухи и домыслы? К сожалению, все, что касается коронавируса, еще до конца не изучено, инфекция эта довольно новая, но что мы можем сказать, это то, что пациенты с ВИЧ-инфекцией на сегодняшний день болеют так же, как и все остальные люди болеют коронавирусной инфекцией. Заболевание протекает тоже всегда индивидуально. Если человек принимает антиретровирусную терапию и следит за собой, и вакцинирован, он может перенести это гораздо легче, нежели человек, который этого всего не делает. Хорошо. Елизавета, давайте расскажем, как и где в нашей стране любой человек может сдать тест на ВИЧ. На сегодняшний день у нас существует возможность пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в домашних условиях, купив экспресс-тест на ВИЧ по слюне в аптеке. То есть настолько все просто? Да, это для тех людей, у которых было какое-то рискованное поведение, они в чем-то сомневаются. Естественно, надо помнить, что для ВИЧ-инфекции существует такой период окна. То есть если у вас был какой-то рискованный контакт пару дней назад, и вы сегодня сделаете экспресс-тест, естественно, он ничего не покажет. Надо пройти время, чтобы выработались антитела. Также экспресс-тест не является подтверждающим диагноз, поэтому в любом случае надо обратиться в учреждение здравоохранения. Любое, где есть процедурный кабинет, сдать анализ по крови. Также у нас в городе Минске есть отдел профилактики ВИЧ Республиканского центра генэпидемиологии на Клары Цеткин-4. Там тоже все желающие могут даже анонимно прийти, сдать кровь, получить консультацию врача-специалиста до прохождения тестов, после прохождения тестов. Мы знаем, что ежегодно в столице регистрируются сотни новых случаев ВИЧ-инфекции, и вот именно люди от 35 до 49 лет примерно находятся в группе риска. Есть ли какое-то исследование, почему именно это возрастная категория? Да, у нас ВИЧ-инфекция, выявляемость ВИЧ-инфекции выросла, постарела в контексте возраста. Если раньше это была инфекция молодых людей, то на сегодняшний день это уже касается более старшей возрастной группы. Молодые люди на сегодняшний день более начитанные, насмотренные, они более серьезно относятся к своему здоровью, они защищают себя, используют презервативы. Более старшее поколение считает, что ВИЧ-инфекция их не касается, но это ложное убеждение. Поэтому, может, чаще всего могут запустить этот процесс своей диагностики. Ну и также у нас проводится очень много профилактических программ именно для молодежи, для учащейся молодежи. Поэтому, естественно, чем раньше человек об этом заболевании узнает, тем больше верят из того, что он сможет себя защитить. Хоть об этом уже много и говорилось, но я думаю, что стоит напомнить, сейчас люди с ВИЧ-инфекцией, которые проходят терапию, получают необходимые лекарства, являются свободными членами общества, они не заразны и могут даже стать родителями. Так ли это? Да, у нас есть мировая стратегия, что лечение является своего рода профилактикой распространения ВИЧ-инфекции. То есть люди, которые принимают антиретровирусную терапию, у них снижается вирусная нагрузка, то есть количество вирусов, которые у них в крови находятся. Тем самым они становятся безопасны для себя, то есть у них не возникает никаких клинических симптомов и не возникает осложнений. И также они не могут инфицировать своих партнеров. Что касается детей тоже, если любая женщина с диагнозом ВИЧ-инфекцией может родить здорового ребенка, если она сознательно к этому относится, если она заранее знает о своем ВИЧ-статусе, получает лечение, не кормит ребенка грудью, то вероятность очень большая, что ребенок будет здоров. Диагноз этот никак не ограничивает людей в общении, инфицироваться им довольно сложно, то есть это или половой незащищенный контакт, или кровь, это должен обильный быть контакт с кровью. То есть обниматься, целоваться, держаться друг за дружку, это все можно, это даже приятно. Даже нужно, да. Мне кажется, тоже очень важно об этом напоминать и убирать эту стигму от этой болезни. Елизавета, спасибо вам за ту важную информацию, с которой вы сегодня с нами поделились. Я напомню, что у нас в гостях была Елизавета Приложинская, врач-эпидемиолог отделения профилактики ВИЧ-спид Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Елизавета, спасибо вам большое, хорошего дня. Друзья, берегите себя и свое здоровье, ну а наш утренний эфир продолжается.